Смотрите прямо сейчас. Смотрите прямо сейчас. Подробнее о том, как все происходило, наш корреспондент Геннадий Левденко. Мы полностью откроемся для Украины. Украина будет присутствовать на всех дискуссиях, сможет изучать любые документы, вносить любые предложения. Мы будем взаимодействовать с Украиной как с равным партнером. Вот так россияне видят перспективы договоренностей, достигнутых в Астане на встрече лидеров России, Казахстана, Беларуси, на которые был приглашенный президент Украины. Помимо прочего, речь шла о получении Киевом статуса наблюдателя в таможенном союзе. Украина желает наблюдать. Если уж нельзя вступить в таможенный союз, поскольку страна идет в союз европейский, то надо получить хотя бы официальный статус наблюдателя. В украинской делегации отмечают, что в этой организации лучше как-то быть, нежели вообще никак. Предложение, которое привез Виктор Янукович, главы государств долго согласовывают. Журналисты в ожидании. Встреча глав государств длится на два часа дольше, чем планировалось. Потом Нарсултан Назарбаев даже оговаривается, называя меморандум референдумом. Не референдум, а меморандум. Да, извиняюсь. Меморандум. Уже целый день говорим уже. Проект меморандума. Ожидается, что Украина станет наблюдателем в таможенном союзе уже в пятницу. Меморандум будет подписан в ближайшие дни на саммите СНГ в Минске. Премьер-министром Украины такое дано поручение и решение такое принято сегодня Советом глав государств таможенного союза. Это необходимость для нас просто. Это ответ на глобальную экономику и кризис, который надвигается. При этом Украина не вступает в таможенный союз, но на заседании ее высшего руководящего органа Евразийского экономического совета будет сидеть ее представитель. Уже через два года таможенного союза не станет. Ему придет на смену Евразийский экономический союз. Начнут действовать новые этих регламенты, по сути ГОСТы. Киеву нужно их знать и им соответствовать. Иначе может резко сократиться экспорт в Россию, Казахстан и Беларусь. Сейчас это треть всего, что Украина продает за рубеж. Украина для себя может сделать более правильные выводы, что для Украины важнее и что для Украины выгоднее. Либо вот этот трек по вхождению в качестве ассоциального члена в Европейский союз, либо это Евразийский экономический союз. Это объединение идет вперед. Для нас очень важно иметь документы, иметь возможность доступа к информации, для того, чтобы оценивать наши возможные риски и уможевать какие-то торговые обмежения. Источники подробностей в дипломатических кругах считают переговоры в Астане заметным успехом украинской стороны. Украина не нарушает договоренности с Брюсселем и продолжает идти к экономической ассоциации с ЕС. При этом приобретает политические права в торговле с Россией, Казахстаном и Беларусью. Геннадий Вивданко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Из Астаны. Республика Казахстан. И буквально полчаса назад Брюссель отреагировал на итоги соглашения в Астане. Сотрудничество Украины с Таможенным союзом не должно повредить подписанию соглашения об ассоциации Киева и Брюсселя. Это заявление Питера Станова, представителя Еврокомиссара по вопросам расширения европейской политики соседства Штефана Фюлли. Украина не будет судиться с Россией за пересмотр газового контракта. Об этом на заседании Кадмина заявил премьер-министр. По словам Николая Азарова, договориться по газовому вопросу возможно только путем переговоров. Контракт, складанный на стильки невыгодно для России и на стильки невыгодно для Украины, что разорвать его иншим методом, неж переговорным, не вбачается на жуевом. А оплачивать судовые вытраты за спробу разорвать контракт означало бы нанести черговый удар по украинским гражданам. Напомню, сейчас Украина и Россия активизировали переговоры о создании консорциума по управлению украинской ГТС и снижению за счет этого цены на газ. Москва выступает за создание двухстороннего консорциума, а Европейский союз за трехсторонний проект Украина-Россия-ЕС. Позицию Брюсселя о том, чью сторону принять Киеву, сегодня озвучил еврокомиссар по вопросам расширения Штепан Пюлли, выступая на открытии парламентской сессии Евронест. Наше предложение известно. Это участие в трехстороннем или многостороннем проекте. И Украина сама должна выбрать путь для поддержания дееспособности своей газотранспортной системы. Напомню, газотранспортная система Украины является второй по величине в Европе и одной из крупнейших в мире. Компания Бейкер-Тилли, проводившая на днях оценку украинской ГТС, по заказу правительства определила ее стоимость в 29 миллиардов долларов. В США раскрыли одну из крупнейших в мире афер по отмыванию денег. Электронная платежная система Либерти Резерв легализировала более 6 миллиардов долларов. Основатель предприятия, бывший киевлянин Артур Будовский, он уже задержан. Сколько еще украинцев замешаны в преступной схеме, знает наш американский субкор Максим Дробок. Это было отмывание денег в гигантских масштабах. С таким еще не сталкивались, говорят американские власти. Компания Либерти Резерв фактически работала банком на черном рынке. По данным следствия, им пользовались, чтобы легализировать незаконные доходы. От виртуальных махинаций, финансовых пирамид, а также торговли наркотиками и детской порнографией. Преступников привлекала полная анонимность. Компания Либерти Резерв вообще не требовала никакие документы и не перепроверяла данные. Поэтому клиенты могли пользоваться вымышленными именами и местом жительства. Компания успела прокрутить более 6 миллиардов долларов. Только вдумайтесь, 55 миллионов операций и на каждую зарабатывала почти по 3 доллара. Возможно, это самое масштабное отмывание денег, известное в Соединенных Штатах. Компания Либерти Резерв стала популярной среди мошенников, хакеров и торговцев нелегальным товаром по всему миру. В отделе Либерти Резерв фигурируют 7 человек, среди которых, по данным СМИ, и трое украинцев. В том числе и основатель компании, бывший киевлянин, 39-летний Артур Будовский. Его уже задержали в Испании и собираются экстрадировать в США. Всем фигурантам дела грозит до 20 лет тюрьмы. Пятерых уже задержали, они под арестом двое в бегах. Найти их будет непросто, а еще сложнее вычислить клиентов компанией, которые отмывали деньги через Либерти Резерв по всему миру. Максим Дробук, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. 3000 гривен в месяц. Такую таксу за браконьерство в селе Бродаевка Днепроветровской области установили рыбинспекторы. Во всяком случае, так уверяют местные жители. Скандал разгорелся после того, как в селе пропали двое рыбаков. Их тела нашли в реке только через несколько дней. Подробности этой истории в эксклюзивном материале наших корреспондентов. Вот такие они были. Вот, брат за брата. Григорий Диордица показывает последние фото сыновей. Володе было 20, Саше 18. Как и многие в этом селе, ловили рыбу. Незаконно. Здесь это единственный способ выживания. Правда, выходить на лодке можешь, если вовремя заплатишь, рассказывает мужчина. Братья заплатили. Оказалось, не тому. И началось. Угрожали моим сыновьями, что это их территория, что без его ведома не имеют права выходить на воду тут и ловить рыбу. Потому что здесь ловят рыбу те, кто платит ему. Это говорил инспектор рыбоохраны. Это было 1 мая. 2-го. Братья отправились на реку и не вернулись. Родители знали, Володя и Саша собирались рыбачить именно в этом месте реки. Здесь же уже потом и обнаружили их перевернутую лодку. Но чтобы найти тела ребят, понадобилось целых 4 дня. Родители парней заподозрили, кому-то невыгодно, чтобы тела были найдены. Для поисков они сами нанимали водолазов. Уверяют, из управления МЧС сразу их не прислали. В связи с плохими погодными условиями... 3-го и 4-го погодные условия были хорошие. Наши кременчузские водолазы искали в частном режиме. Василий Лукач был на берегу, когда тела достали из воды. Говорит, на них были явные следы насилия. Голова у одного была побита сильно. Сильно была побита. И на руках были следы побоев. Ну, другой меньше был побитый. Ну, его вытащили эти... Руки назад у него были. За спиной у него руки были. Да, он не мог бы так утонуть, чтобы руки были за спиной. То есть вы думаете, что это... Да, я думаю, что им помогли. Но результаты судмедэкспертизы иные. Смерть наступила от механической асфиксии вследствие утопления. Телесных повреждений не обнаружено. Уголовное производство, не успев начать, сразу закрыли. И только после того, как вмешалась прокуратура, возобновили. Ну и сейчас, говорит мать погибших, следствие топчется на месте. Такое впечатление, что хотят дело свести на несчастный случай. Чтобы не расследовать, чтобы не раскрылась, как бы, рыбная мафия. В семье Диордиц уверены, к гибели парней причастен рыбинспектор. Мы попытались договориться с ним о встрече, чтобы услышать его точку зрения. Куда подъезжать? По какому? На какой адрес? Ну, давайте я приеду, а не после, на первый бой. Но после телефон оказался отключен. В районной милиции отрабатывают несколько версий, но доказательств убийства пока нет. На данный период времени у нас все-таки основной версией остается то, что они утонули. Случай гибели браконьеров не первый год назад в том же селе. При таких же обстоятельствах у Елены Яриш погиб сын. Он тоже незаконно ловил рыбу и тоже кому-то не заплатил. А когда женщина стала добиваться правды, выяснилось, в деле замешаны чиновники. Конечно, это невыгодно, потому что здесь оно все покрыто. Нам сразу сказали, вы ничего тут не добьетесь. Там очень большие деньги. Нам даже такое не снится. 100 гривен в день. Именно в запрет, когда нерест. То цена рыбинспектору. Ну, 3000 в конце месяца ты должен отдать, заплатить. Если ты будешь платить больше, 4 допустим, то этот же рыбинспектор тебя будет даже на берегу охранять. Григорий Диордица говорит, после смерти сыновей ему терять нечего. Если правоохранительные органы молчат, он один готов бороться с системой. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов. Подробности телеканал Интер Днепропетровская область. Тема убийства друга семьи Хайсером Джамилевым остается топ-новостью в Крыму вот уже третий день. В СМИ появляются все новые подробности обстоятельств случившегося. Правда, большинство оказываются лишь домыслами. Сегодня впервые отец подозреваемого пообщался с журналистами. Из Крыма передает Максим Кошелев. Мустафа Джамилев подчеркнул, что у его сына раньше действительно были проблемы с психикой, и он даже лечился. Вот что сказал Мустафа Джамилев по этому поводу. Да, у него были проблемы, и я больше всего опасался другого. Я опасался, что он с собой покончит. И мы его лечили в одной из очень таких престижных клиник Стамбула. Защитник Хайсера Джамилева прояснил ситуацию вокруг версии о якобы имевших место трех выстрелах в погибшего Февзи Эдемова. На самом деле на его теле обнаружено три огнестрельных ранения. В голову, руку и ногу. Однако на самом деле адвокат предполагает, что все-таки выстрел был один, просто пуля прошла на вылет. Потому что милиция на месте нашла всего одну гильзу. Вот что нам сказал адвокат. Преждевременно и непрофессионально заявлять о трех выстрелах, поскольку объективно на месте происшествия обнаружена одна гильза из оружия. Это объективный факт, зафиксированный протоколом. А пострадавший в момент причинения смертельного ранения находился в положении, сидя на корточках. Сегодня утром в интернете появились слухи о том, что Хайсер Джимилев помещен в психиатрическую лечебницу. Но на самом деле сейчас он находится здесь, в Симферопольском СИЗО. Дело в том, что защитники уверены, Хайсер Джимилев не пытался скрыться и не предпринимал таких попыток. Он сам вызвал милицию, сам дождался правоохранителей и оставил на месте происшествия все как есть. Оружие, гильзу, ну и тело погибшего. Поэтому защита намерена подавать апелляцию на это решение суда. Максим Кошелев, подробности, телеканал Интер, Крым. Депутаты, самые читающие украинцы. Это становится ясно по смете Верховной Рады. Почти 2 миллиона гривен в этом году потратят на издания парламентских книг. Брошюры, стенограммы заседаний, отчеты о слушаниях. После 10-дневной переписки с аппаратом парламента эти издания нам так и не показали. Тем не менее, Лариса Задорожная многое узнала. И все-таки мы их нашли в одном из комитетов Верховной Рады. Парламентский стенограмм оказалось дело неподъемное. Мне по силу только 5 томов. Стенограммы заседаний съедают львиновую часть литературных денег. 25 томов каждый килограмм веса, дорогая обложка, хорошая бумага. На один фолиан государство тратит 90 гривен. Сколько раз его в руках отримали эти стенограммы? Я жодного разу их не отримал в руках. Заглядно на то, что они мне были не до потребы. И если я покликаюсь, то есть электронная версия. Если стенограммы не нужны руководству парламента, то кому тогда нужны? Для нардепа Томенко это тоже не бестселлер в личном кабинете. Таких книг нет. Говорит, это еще советская традиция, чтобы потомкам осталось. Думаю, все центральные библиотеки рассылаются, возможно, областные библиотеки. Я думаю, что до районных библиотек это не доходит. Не доходит даже до центральных. Мы звонили в библиотеку Вернацкого и в парламентскую. Показывать нечего, у нас их нет, говорят. Но коллекционеры радовской литературы все же существуют. У Михаила Чечетова она хоть и не на почетном месте, но всегда под рукой. И для того, чтобы понять суть вопроса, надо посмотреть ее глубину. Иногда эти вопросы, эти проблемы поднимались год, два, три на сессии. Год или два депутат промахнулся. Если захочет понять глубину вопроса, то только трехлетней давности. Внимание, в этом году издаются стенограммы заседаний за 2010-й. А значит, чтобы прочитать хронику 2013-го, Чечетову придется подождать еще года три. Впрочем, кое-кому подходят и старые отчеты. В качестве подставки, чтобы спортсмен для сковородки. Кто-то, может, пару листов вырвал, таранку завернул, пиво попить. Чтобы понять масштаб литературного вдохновения, стоит посмотреть на смету всей госпрограммы «Украинская книга». Если бы депутатские творения выпустили за ее счет, то пришлось бы потратить десятую часть всех денег. На них можно было бы напечатать 17 романов. И тиражами в десятки раз больше, считает издатель Виталий Капранов. Верховная Рада за одну сессию в среднем полгода тратит 20 тонн бумаги на тиражирование законом. Это копировальная комната парламента. Она словно горячий цех. Сколько бумаги выбрасывается еще и на депутатскую литературу, непонятно. В общем, читать и читать. Считать не пересчитать. Лариса Задорожная, Геннадий Аникенко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Девушки из Фэмэн устроили топ-лиц протест в арабской стране. Чем это закончилось? Подробности далее, кроме того, вы увидите. Не забыла ли Родина? Какой монетой государство платит миротворцам? Современное искусство на всеобщее обозрение в Венеции стартует в Биеннале. Чем будут удивлять украинцы? Живая легенда в Киеве. Наши журналисты одними из первых пообщались с непревзойденным Джо Кокером. Эксклюзивный материал. Сегодня Международный день миротворцев ООН. Отмечают его и украинские военные. За 20 лет в миротворческих операциях в горячих точках планеты побывали более 40 тысяч наших солдат. Они прошли миссии от Анголы до Гватемалы и Таджикистана. Новый состав миротворцев из Украины прибыл недавно и в Косово. Это уже 17-я ротация. Участвуют в ней 164 украинца. Службу будут нести год. В Косово наши солдаты сопровождают колонны, охраняют военные базы и мирное население. Это одна из девяти миссий, в которых задействованы сейчас украинские миротворцы. Мы готовы до расширения, поглубления участия нашей державы в миротворческих миссиях. И такие возможности Украина будет иметь. 500 миллионов долларов. Такую сумму заработали для Украины миротворцы за 20-летнюю историю миротворческих миссий. И это только от Организации Объединенных Наций. А вот чем и сколько платит государство своим бойцам узнавал Евгений Анаприенко. Знание английского – мощная психологическая выдержка. Наших миротворцев ох, как ценят за рубежом. Они настоящие послы мира. Они помогают достичь гармонии. Если бы не Украина, жить на планете было бы намного сложнее. А вот как относятся к своим в Украине. В начале 2000-х Сергей служил на востоке Африки. От малярии тогда не удалось спастись почти никому. Четверо погибли от пуль. Сергей получил статус участника боевых действий. А это льготы и бесплатное лечение. После окончания двух лет ко мне приехали домой из областного военкомата. Изъяли удостоверение. Сказали, что выдана нелегально. Так как миссия миротворческая в Северо-Леоне не является и не считается как участниками боевых действий. Теперь ни льгот, ни медпомощи. Я даже не имею права бесплатно отлечиться в госпитале. Хотя приступы повторялись. Лекарства покупаем сами. Кто был участником боевых действий, а кто нет, решают в кабинетах чиновников. Решение про наданное, например, всем участникам миротворческих операций такого статуса, то оно имеет достаточно великое навантажение на бюджет страны. Судан, Конго, Либерия в этом центре готовят тех, кто со дня на день отправится в горячие точки. Вернувшись в миссию, он начался очекать от своей державы, от Збройных сил Украины. Будущим миротворцам уже ничего никто не обещает. В том числе и статуса участника боевых действий. И вот на что они могут рассчитывать на гражданки. Один месяц пребывания в миссии им засчитывается как за три месяца нормального пенсионного стажа. Это не густо, но миротворцы и просят немного. Нам бы хотя бы каких-то добиться льгот, хотя бы на лечение в госпитале бесплатно. Дать возможность его семье жить достойно, а не чувствовать себя как бы отработанной, извините, туалетной бумагой. Как салфеткой вытерли руки, выбросили, все, она уже никого не волнует. Им необходима конкретная помощь, льготы, а не статус, как бы громко он ни звучал. Вот кто заслуживает статус участника боевых действий, так это наши деды, которые действительно воевали, защищая родину от гитлеровцев. Это скромная логика самих миротворцев. Но ведь если вдуматься, сегодня они также защищают чей-то мир. Рядом с ними также взрываются снаряды, и они тоже проливают свою кровь. Это видео из Косово, 2008 год. В Астане студентов перерастает вооруженный конфликт. На земле раненый украинец. Через день он умрет в больнице. Статус участника боевых действий ему присвоят. Посмертно. Евгений Анаприенко, Максим Кошелев, Юрий Романюк, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Они уходят в историю. Скончался один из последних маршалов Советского Союза. Герой СССР Виктор Куликов умер на 92-м году жизни после долгой и тяжелой болезни. Этот человек прошел всю Вторую мировую войну, занимая командные должности в танковых частях. Боевое крещение прошел в Украине. Победу встретил в Германии. В мирное время оставался на руководящих постах в Советской армии. После распада СССР Виктор Куликов работал советником при Министерстве обороны. В России теперь осталось только два маршала Советского Союза. Останки украинских солдат, погибших во время Великой Отечественной, вернулись на родину. Общественные организации из Украины и России в сотрудничестве с поисковыми отрядами смогли провести перезахоронение двух военных из Черкасской области почти через 70 лет после их смерти. Как провожали в последний путь героев войны, видел Дмитрий Евчин. Ей трудно передвигаться и память уже не та, но тот трагический день почти 70 лет назад Ирина Майцюра не забудет никогда. Она пыталась отыскать могилу брата, чтобы перезахоронить на родине, писала военкоматы Краснодарского края, где воевал черкасец Иван Коноваленко. Но ответ был один – нет такого. Только четыре месяца назад солдата нашли. Достаточно была сложная у него дорога домой, то есть солдату пришлось проехать еще всю Россию, прежде чем он вернулся на Украину, с юга на север практически. Из Краснодарского края станки отправили в Санкт-Петербург, а уже оттуда в Украину. Армейский медальон восстановили с трудом, чернила выцвели. Выяснили, что Коноваленко служил в стрелковой дивизии и погиб в звании сержанта в 43-м году. У родной сестры не сохранилось ни одной фотографии брата. О человеке мы можем рассказать только то, что мы знаем, как он был найден, погибший, с оружием в руках. Визиты ленинградских поисковиков в Украину – не редкость. Дважды в год, осенью и зимой, они привозят останки наших солдат на родину. Это уже у нас будет в общей сложности 13 человек, которых мы привезли сюда, на Украину. И в апреле этого года мы привезли одного ленинградца из Кременчевского района домой, то есть в обратном направлении. Это уже другая судьба и другая история, но и здесь память солдата пришла почтить вся деревня. Вот так всем селом своего земляка хоронят жители села Скоряковка Черкасской области. Ефим Сиростан погиб на Невском пятачке. Это плацдарм на берегу Невы, который долгое время удерживали советские войска. И только 70 лет спустя поисковая группа нашла останки солдата в Ленинградской области. Двоюродный брат погибшего хорошо помнит, как Ефим уходил в армию. Мы не знали, что он помер. И никакой звездки не было, похоронки ничего не было, понимаете? Это тот случай, когда поисковики разводят руками. Когда, при каких обстоятельствах и в каком звании погиб солдат, выяснить не удалось. Найти его уже чудо. Котлован, под стройку. И обнаружили, значит, и там цей медальон, чи жетон, и там цей адрес. О себе поисковики говорят. Мы похоронная команда рабочей крестьянской Красной Армии. И наша война завершится, когда все солдаты будут похоронены на родной земле. Дмитрий Евчин, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Фэмен впервые провели акцию в арабской стране. Активистки разделись в Тунисе возле здания Дворца Правосудия. Фэмен! 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 Девушки скандировали освободить Амину, требовали отпустить свою соратницу, арестованную в Тунисе, за выступление против исламизма. Суд над Аминой назначен на завтра. Ей грозит шесть месяцев за решеткой. Полгода в тюрьме теперь могут провести активистки из Европы, устроившие сегодня демонстрацию. Эти девушки не украинки. Одна гражданка Германии и две француженки. Поистине историческая свадьба. Во Франции впервые в истории страны поженились двое мужчин. Официальная церемония завершилась около часа назад в южном городе Монтелье. В законный брак вступили 40-летний Винсен Отен и его партнер 30-летний Бруно Буало. Их союз зарегистрировала лично мэр города. На торжественное мероприятие пришли близкие, знакомые молодоженов, сотни журналистов, политиков и правозащитников и других гостей. Противники однополых браков не помешали проведению церемонии. Франция стала девятой страной в Европе, которая разрешила такие союзы. Художник должен быть не только голодный, но еще и без крыши над головой. Особенно если это украинский художник Венеции. Сегодня здесь открылась 55-й юбилейной биеннале. Привезли свои работы и наши молодые мастера и сразу столкнулись с проблемами. Какими, знает София Гордиенко. Художники всех мастей и возрастов едут на острова Венецианской лагуны, чтобы увидеть объекты современного искусства, по часу стоят в очередях за билетом. Впрочем, некоторые посетители свое мнение составили, даже не заходя в павильоны. Как, например, бразильский художник с крышкой от унитаза на голове и символическим слоганом. Мол, теперь что попало, называются искусством. 86 стран мира в своих специально оборудованных залах решили показать, чем их арт-хата богата. Среди них и Украина. Наш зал весьма тематичен. Здесь многое напоминает о прошлом. Бункеры – символы того, что до сих пор люди боятся жизни и пытаются укрыться от реальности. И памятники, которые пора бы убрать. Впрочем, организация, жалуются участники биеннале, тоже не на должном уровне. Пространство, в котором мы сейчас находимся, мы увидели вживую, только за три дня и до открытия. Когда ты приезжаешь, ты понимаешь, что здесь куча сложностей. Нельзя сверлить стены, нельзя трогать то, другое. Здесь нет проводки и так далее. Художница Жанна Кадырова за эту неделю успела отлить скульптуру, обозначив бетонным треугольником угол обзора видеокамеры, установить инсталляцию под названием «Памятник памятнику» и собрать чемоданы. Голова болит в геннале. Того, что меня сегодня выселили в житель. И мы после открытия не можем доначиваться. Организаторы из Министерства культуры Украины оплатили каждому участнику по шесть дней в Венеции. Говорят, большего бюджет в 100 тысяч евро не позволяет. У нас еще много других проблем. И поселение, и нужно привезти выставку, и охрана. Потому что выставка будет тут пів року. И пів року нужно, чтобы она працювала в полном режиме. Выставка открылась для широкой публики в 7 часов по Киеву. Первыми на огонек заглянули коллеги из соседних павильонов. Я так поняла, что у вас здесь очень много связано с советским прошлым. В работах много надежды на будущее, на то, что старые традиции и проблемы уйдут. Самых смелых и креативных венецианская жюри наградит уже в эту субботу. Впрочем, если украинским художникам придется вернуться в страну, по советской традиции получать призы будут чиновники. София Гордиенко, Евгений Каминский. Подробности. Телеканал Интер. Венеция. Итальянскую культуру в украинские массы. Три шедевра мировой классики сегодня показали в Киеве. Это творение Тициана эпохи позднего возрождения Венеры и Адонис. В те времена полотно считалось весьма откровенным. При дамах картину даже завешивали. Одну из музейных стен почти полностью занял гебеллен странный вылов рыбы. Он был соткан в 17 веке по мотивам работ Рафаэля из золота, серебра и шелка. Еще один оригинал алтарный образ Иисус Христос кисти итальянского живописца Гвиду Ренни. Общую стоимость подлинников в столичном музее не называют. Заверяют шедевры под надежной охраной. Он привез в Киев шедевры музыкальные. От его хрепловатого баритона в восторге почти все женщины планеты. Он один из лучших исполнителей соул-баллад. Свои 69 он все еще пишет песни, исполняет их и гастролирует по миру. Джо Кокер приехал в Украину в рамках мирового турне. Его концерт состоится завтра во дворце Украина. О песнях, женщинах и музеях говорила с мистером Кокером Анна Гороженко. Весь в черном. Его трудно было бы узнать на улице. Даже в аэропорт заходит после бэк-вокалистов. В Киеве скромняга Джо Кокер. Не впервые. Я приезжал в прошлом году на Евро-чемпионат по футболу. Что меня тогда поразило, это как много у вас молодежи. Он путешествует большую часть своей жизни. Даже день рождения 20 мая отпраздновал Вене. Признается, для счастья ему нужно немного. Любовь, мир и музыка. Неприхотливая звезда мирового масштаба. Другим исполнителям лимузины до ужины с яствами заморскими подавай. А требования Джо Кокера очень просты. В своем номере отеля он хочет видеть только воду и фрукты. Впрочем, в Киеве Джо Кокер остановился в дорогом отеле. Одна ночь в номере люкс. 500 евро. В 70-е Джо был настоящим хиппи с длинными волосами в цветных рубахах. Джо Кокер просто взорвал фестиваль вудсток. Правда, за славой пришло испытание алкоголем и наркотиками. Из-за этого его голос стал хриплым. Но низкий баритон даже сыграл ему на руку. Это просто гимн стриптизу. Сразу после распада Союза кассеты с фильмом «Девять с половиной недель» буквально разметали, чтобы посмотреть, как белокурая Ким Бессингер раздевается под его хит. «Вы так прекрасны!» Эти слова он посвятил принцессе Диане. Исполняя песню на концерте в Берлине в 97-м году, сразу после смерти Леди Ди, плакал он и весь зал. Но хотя поет Джо Кокер о многих женщинах, муза у него одна. Со своей женой Памелой он уже больше четверти века. Я знаю Джо очень много лет. Еще до того, как начали встречаться, мы уже были знакомы. В молодости бывало разное. Теперь же мы живем душа в душу. Правда, даже несмотря на такую идиллию, поползли слухи о романе Джо Кокера и звезды французского кино Катрин Денев. Но Денев в прессе об этом ни слова. Отмалчивался и Джо. Джо никогда не признавался, жалеет ли он о том, что своих детей у него нет. Уже 15 лет существует благотворительный фонд семьи Кокер. Джо и Памела помогают малышам из малообеспеченных семей. Покупают им компьютеры, книги часто привозят к себе в гости. Мы счастливы помочь детям. Когда я с ними общаюсь, ко мне часто приходит вдохновение. Джо Кокер сам вырос в бедной семье британского клерка. Но в Англии певец решил не оставаться. Выбрал Соединенные Штаты. А потому удивился, когда королева возвела его в кавалеры ордена Британской империи. Ведь подданным Ее Величество Кокер уже давно себя не считает. У него ранчо из 160 акров земли в Колорадо. Здесь он разводит лошадей и выращивает помидоры. Анна Гороженко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Такое в информационном плане была среда. Хорошего Вам вечера. Увидимся завтра, как всегда, в 20.00. До встречи.